Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные о Христе, братья и сестры, иногда наше сердце возмущается тем, что вокруг нас происходит беззаконие, несправедливость, злоба и прочие проявления, которые нас огорчают, оскорбляют, не дают нам жить спокойно, не дают нам покоя в этой жизни, а вводят нас в скорбь и в искушение. Будем же помнить, дорогие мои, что по сравнению с тем, что произошло две тысячи лет назад, любое злодеяние, которое мы сейчас наблюдаем вокруг нас, является лишь мелким мусором, потому что две тысячи лет назад, как сказал апостол, начальника жизни убили, а оставили жить убийцу. Такой выбор сделал под влиянием по наущению Синедриона и первосвященников иерусалимских народ города Иерусалима. Когда сейчас говорят о том, что вот есть технологии манипулирования осознанием, люди, которые хотят вроде хорошо, творят совершеннейшее безумие, но, наверное, большего безумия, чем произошло две тысячи лет назад, никто и помыслить не мог, и не может и до сих пор ни по мысли, потому что то злодеяние, которое было совершено, оно несоизмеримо со всеми нашими печалями, трудностями, несправедливостью в отношении нас, ближних наших, по сравнению с той жестокостью, которую мы проявляем иногда по отношению к близким, да и сами являемся жертвами этих жестокостей и несправедливостей. Так что во всех своих печалях не будем протестовать, не будем возмущаться сердцем, ибо то, что сотворилось тогда, не ведет ни в какое сравнение. Поэтому-то все остальное по сравнению с тем, что произошло для нас, это действительно, ну, песов немощные державности, которые мы должны терпеть, великодушными быть к людям, которые нас обижают, оскорбляют, обборовывают. Потому что терпеть ради Христа это создать себе Царство Божие на небесах. Пусть здесь разоряют наше земное жилище, но наше небесное обители, никто из злодеев местных наших, ну, нашего века, не может тронуться. И вот эти подробности того, что происходило, описанное в сегодняшнем Евангелии, Пилат спрашивал Христа, «Ты ли Христос, ты ли Царь мира, ты ли Мессия?» И Христос не отвечал ему, говорит, «Что ж ты мне не отвечаешь?» Вот об этом же событии, там в другом Евангелии так написано, «Что ж ты мне отвечаешь?» Я ведь имею власть простить тебя, отпустить, или наказать. Христос же сказал, «Не имеешь ли на мне власти никакой, если бы тебе не дано было свыше?» И так свыше власть даже у злодеев, даже у людей, которые творят беззаконие, власть не от беззакония, не от каких-то там манипуляций политических, власть от Бога, даже незаконная, даже несправедливая и неумеренная. И вот Пилат, получив власть, как он ей распорядился? Когда он понимал, что Христа из зависти пытаются убить, что он сказал? Он сказал, что «Я вижу, что тебя несправедливо наказывают, я вижу эти несправедливости, зная, что из зависти тебя хотят убить». И он сделал робкую попытку спасти Христа, сказав, «Давайте я отпущу вам его, поскольку на праздник полагается отпускать, а от злого научения Синедриона иудеи прокричали оставь нам ворову, то есть убийцу и разбойника и распни Христа». Вот такое произошло, дорогие мои. Поэтому-то что говорить о нас? Вот здесь еще есть проявление того греха, который так и называется иногда «Пилатов грех». Когда человек знает, что невиновен человек, когда он знает, что это несправедливо, ну, ради спокойствия, ради того, чтобы люди не беспокоили его больше, он его совершает. Ну, вы хотите, чтобы я его распял? Хорошо, я его распомню. То есть, это грех, это доведенное до крайности грех человека угодия. Человек, который пытается угодить ближним своим, угодить просто, чтобы жить спокойно, чтобы не создавать трудности вокруг себя. Помни, такой человек, что, в конце концов, бывает с тем, кто идет этим путем. Он также участник распятия Христа. Любой грешник, любой человек, который идет на поводу у грешников и у беззаконников, также является участником распятия Христа. Да не будет так с нами, дорогие мои. Есть необходимость в определенные моменты не смолчать, когда молчанием предается Бог, встать и сосвидетельствовать свое отношение к этому и, если возможно, поучаствовать в том, чтобы пресечь грех и беззаконие, которое происходит вокруг нас. Да поможет нам в этом всемилостивый Господь в сегодняшнем послании, в апостольском послании сегодняшнем, нам благорестуется о том, что апостола Иоанна Богослова сегодняшнее послание, оно нам благорестует о том, чтобы мы проявляли любовь и заботу о ближних наших и даже видя согрешающих молились об этих людях. Правда, здесь он добавляет к этому, что я говорю о том, чтобы мы молились о людях, которые согрешают не к смерти, не о тех, кто согрешает грехи к смерти, а о тех, кто совершают их и них смерти, призываю вас, чтобы вы о них молились и проявляли любовь и заботу также и о них. да поможет нам всемилостивый Господь. Здесь вот есть, конечно, вопрос, он всегда стоит вопрос, что такое грех к смерти. Это связано еще с такими понятиями, как смертный грех, это связано с понятием грех улыбный святого Духа, который не прощается ни в нынешнем веке, ни в будущем, как сказал сам Господь. Но что такое грех, который не прощает Господь? Это грех, который человек не кается. Как его Господь просит, если он не хочет в нем кается. Поэтому и современные богословы, в частности, великий духовник нашего времени, который совсем еще недавно был с нами Иоанн Христианкин, когда его спросили, что такое смертный грех, он говорит, грех не раскает мне. Грех может быть сам по себе и нам кажется незначительным, но если человек в нем не кается и не считает необходимым каяться у них, этот грех для него будет грехом к смерти, к смерти для вечной жизни. Вот это будем давайте об этом помнить. Потому что согрешивший в одном, даже в малом, согрешает против всего закона. Потому что тот же закон говорит не убей и тот же закон говорит не прелюбодействуй, тот же закон говорит не лжесвидетельствуй и прочие заповеди, они связаны друг с другом. Поэтому согрешивший даже в малом, согрешил во всем. Будем об этом помнить, дорогие мои. И если нам или стыдно покаяться, или мы думаем, да ладно, это мелкий грех, главное-то я покаюсь, а это как-то оно и не нужно, я вроде сама справился с этим грехом и больше его не повторяю. Да, ты больше не повторяешь, но ты уже оскорнил свою душу, уже запачкал ее, надо почистить обязательно свою одежду и свою душу. Вот давайте будем об этом помнить. И если в каких причинах не каяться, или потому, что очень стыдно, или потому, что, ну, мелкое, сами не обращают внимания человек на это, ну, что там я буду беспокоить батюшку по молочам? Это неправильная позиция. Надо всегда, даже когда в сердце память выявляет для нам какой-то грех, или мы в своем поведении вдруг увидели, что мы согрешили, независимо от того, большой это грех или нет, небольшой, будем стараться каяться в нем, потому что если мы его выявили в своем сердце, и отдаем его на суд Божий, Господь прощает, потому что он прощает любой грех, который человек согрешил. Святые отцы говорят, что даже и Иуда, который удавился, вы знаете, да, вот если бы он покаялся, и его бы Господь простил, но ведь не покаялся, вот в чем дело. Так что, дорогие мои, научимся, да, конечно, мы не умеем жить, не согрешив, но научимся каяться и научимся радоваться о Господе, когда появляется возможность преднести свое покаяние за свои грехи, чтобы предстать пред Богом сейчас, предстать перед Богом, а когда мы предстаем перед Богом сейчас? Когда причащаемся святых Христовых в тайну, в свое сердце, в свое чрево принимаем тело и кровь Христовы, это и есть наша встреча с Богом сегодняшняя. И вот надо каждый раз к ней готовиться со страхом Божиим воистину и верой приступать, испытав свою совесть. Да, будет для нас, братья и сестры, это главным условием, необходимым для того, чтобы неосужденно причащаться святых Христовых в тайну. Причастников сегодняшнего дня святых Христовых в тайну прошу прослушать гордарственные молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, Боже. Боже.